Всем привет! 6 тысяч лайков набралось снова очень быстро, а потому вот и новый уровень айсберга. На этот раз это второй уровень, тот что чуть ниже воды. Вещи не самые известные, но чтобы о них узнать не нужно особенно глубоко копать. На этот раз начнем со всяких древностей, таких как хлысты. Хлыстов нередко называют самой старой русской сектой, они вероятно существовали уже при Иване Грозном. Это правда если верить легендам. Более приземленная версия говорит о том, что основателем секты был Данил и Филиппович, крестьянин где-то в 17 веке сбежавший с военной службы и по преданию встретивший на горе Городине в Нижегородской области самого бога. После этого он понял, что для спасения души нужен только святой дух, потому все религиозные принадлежности он собрал в мешок и бросил в реку Волгу. Он также дал своим ученикам 12 заповедей, среди которых например отрицание брака и запрет алкоголя. На самом деле откуда хлысты вообще взялись вопрос интересный. Их появление окутано тайной, а учение основано на идее о том, что материальный мир был создан дьяволом, а духовный богом, что делает их похожими на другие гностические секты, такие как богомилы и духоборы, о которых мы говорили на предыдущих уровнях айсберга. Отличалось учение хлыстов идеей о том, что бог время от времени воплощается в людях, но только тогда, когда это нужно по его замыслу. И соответственно хлысты время от времени могли объявлять того или иного человека воплощением святого духа, бога отца или сына. Также у них практиковался строгий аскетизм и воздержание, а еще самобичевание, потому собственно и называли их хлыстами. Любили, значит, себя эти ребята бить хлыстами и за это их так и прозвали. Хлыстов всегда преследовала как церковь, так и государство. Церкви, понятное дело, не нравилось, что хлысты время от времени объявляли, что среди них ходит очередной посланник бога. А государственные чиновники видели связь хлыстов с разными западными сектами. Хотя любопытно, что общины хлыстов прекратили свое существование только во время советской власти. Считается, что последние общины были разогнаны где-то в 60-е годы 20-го века. Из-за преследований хлысты долгое время существовали как некое тайное общество, маскируясь под обычных верующих. Но в 19 веке внезапно приобрели популярность среди дворян. От самих хлыстов откололось просто огромное количество групп и сект. Например, в 30-е годы 19 века некий перфил Катасонов основал группу под названием Старый Израиль, которая пыталась сделать жизнь хлыстов менее жесткой. Он отменил множество ограничений и объявил, что они теперь будут строить царство бога на земле. Получилось очень популярное движение. Можно, например, найти цифру, что в Старом Израиле состоял около полумиллиона человек. Были и напротив более жесткие течения. Наверное, самые радикальные из таких это скобцы. Где-то в середине 18 века из крепостного рабства убежал крестьянин Кондратий Селиванов. И в итоге осел в секте хлыстов под началом некой престарелой Акулины Ивановной. Акулина так порадовалась новому ученику, что заявила, что он на самом деле является новым Иисусом. Что Кондратью настолько понравилось, что он решил основать свою веру. Основой его учения стала довольно дикая вещь, что недостаточно просто наказывать греховную плоть хлыстами. Надо еще и отрезать все половые признаки и мужчинам, и женщинам. Его идеи приобрели некоторую популярность. И в 19 веке общины скобцов насчитывали тысячи человек. Надо сказать, что из всех ересей именно скобцов считали самой опасной. Возможно, потому что еще при жизни Кондратья мечтал сделать всю Россию страной скобцов. Есть даже легенда о том, что он представлял свои планы по преобразованию страны царям. Но как-то звучит сомнительно. При царях представители секты отправляли на пожизненные ссылку в Сибирь. Но даже советская власть не смогла разгромить их полностью. Они существуют до сих пор. Впрочем, что-то необычное можно найти не только в диковинных еретических учениях. Вполне себе каноничной, например, считается икона Святого Христофора. Святой Христофор имеет голову собаки. И по одной версии он таким стал в результате чуда. Попросив у Бога отталкивающую внешность. Так как страшно устал от внимания. А по другой всегда таким был. Будучи представителем песеголового народа. Кроме того, в средневековой книге под названием «Золотая легенда» написано, что Христофор имел рост более 5 метров. И вообще он был великаном, а не собакоголовым. Так или иначе, образ этого персонажа для нового времени оказался слишком сказочным. В католической церкви его понизили до уровня местного святого. А в православии запретили рисовать его собачьей головой. Несмотря на это, все еще существуют почитаемые мощи с собачьей головой этого святого. То есть где-то люди поклоняются собачьей голове. От старинных дел вернемся к более современным. К славяно-арийским ведам. Арии – это древний народ, обитавший на территории современного Ирана. Примерно во втором тысячелетии до нашей эры. И затем также заселивший Индию и Европу. Веды считаются древнейшим религиозным текстом. Они были составлены в Индии, Арии, примерно в 16 веке до нашей эры. И в них изложена основа вероучения индуизма. Есть вот тригведа – сборник религиозных текстов. Яджкурведа – мантры для жертвоприношений. Самоведа – там записаны песни. И книга заклинаний от Харва Веда. А где же славяно-арийские веды с тайнами древних русов и победами над ящерами? Таким вопросом задался житель Омска Александр Хиневич. Он был из тех, кто в конце 80-х, в начале 90-х увлекался экстрасенсами мистика и НЛО. И даже пытался изгонять бесов. Но в итоге пошел своим путем. В 91-м году он создал организацию «Джива Храм Инглеи». Основной идеей которой было то, что на самом деле те древние арии были славянами, прилетевшими из космоса. Они и написали свои веды. В итоге его движение особенно ничем не прославилось, кроме серии уголовных дел. Ведь, ко всему прочему, оно увлекалось крайне правыми идеями. А вот поменьше бы искал рукой в небе солнца, дела бы пошли получше. Потому что сама идея славяно-арийских вед, которую написал, кстати, лично Хиневич, как-то пошла в народ. Нравится у нас людям верить, что славяне стоят у истоков мировой культуры. От ультраправых перейдем к ультралевым, свидетелей СССР. Но прежде чем обсуждать таковых сектантов, я хочу сделать одно замечание. Распад СССР – это тема, которую нас почему-то все время пытаются представить максимально просто. Многие воображают себе, что он был СССР, отказался от коммунизма, стал меньше и получилась Россия. На деле же СССР был устроен принципиально иначе. Политическая система Союза, как и нынешнего, кстати, Китая, называлась демократический централизм и представляла собой цепочку стоящих друг над другом советов, которая начиналась самыми низовыми, типа советов села или района, и непрерывно тянулась аж до самого всемогущего политбюро. Это называется демократический централизм. Россия изначально была президентской республикой, в которой президент является главой исполнительной власти, и при этом имеет влияние на другие отдельные две ветви – суды и законодателей. Сейчас, правда, президент имеет такую власть, что я уже не уверен насчет ветвей. Ну да ладно. Главная мысль тут – это то, что Россия – это новое и принципиально иное государство, которое возникло на руинах старого. И если вы думаете, что что-то такое вам расскажут свидетели СССР и сделают далеко идущие выводы, то нет. В 2010-м у владельца стоматологической клиники Сергея Тараскина начались проблемы. Долги, да и вообще бизнес не пошел. Тогда он решил объявить себя огнебогом, гражданином СССР, подданным Российской империи, Руси, дошел аж до Александра Македонского. Во время суда по поводу выселения его клиники он наделил себя должностью временного исполняющего обязанности президента СССР и исполняющего волю императора Российской империи. Со временем та часть, что про империю, как-то отвалилась, а вот про СССР расцвела пышным цветом. Сергей начал создавать свое собственное правительство и уже в 2016-м провел заседание, на котором раздавал паспорта Союза и обещал его возродить. На этом движение не остановилось и в какой-то момент последователи перестали платить коммунальные платежи и налоги, отдавать долги, а также стали ездить с номерными знаками, выпускаемыми движением. За такую явную антигосударственную деятельность Сергея посадили на 8 лет, но вот выпущенный им из лампы джин даже не думает залезать обратно. Новые группы граждан СССР появляются повсеместно, и только по официальным данным в 2018-м году их было уже больше 150 тысяч адептов. При этом чем дальше, тем сильнее они отрываются от реальности, вбирая в себя идеи упомянутых славянских вед и коба, приобщаются к неоязычеству и мистическим практикам. Сектанты, такие сектанты, не могут без такого. Еще один, кстати, в меру интересный сектант это Гробовой. В начале 90-х Григорий Гробовой осознал, что быть экстрасенсом круче, чем инженером. Какой часто встречающийся поворот биографии, так-то подумать. В 95-м Гробовой заявил, что вот на днях встречался с Вангой, и она открыла ему его великую миссию как мага-целителя. Интересно, что встреча эта похода действительно была, однако ее описание немного отличается от версии Гробового. Пишут, например, что Ванге настолько не понравился наглый московский маг, что она просто выгнала его. И меня интересует вопрос, смогу ли я спасти мир от катастрофы ядерной и спасти людей. Ты знаешь, что разовозны. Я куда-то зарезал, куда-то... Так или иначе, какое-то время Гробовой не творил никакой особенной дичи. Он выучился на фельдшера, читал лекции в МЧС и пару раз выступал по телевизору. Но если ты маг-целитель, об этом нельзя просто так забыть. Понемногу Григорий разрабатывал свое собственное мистическое учение. И в 2004-м собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что он воплощение Иисуса. Чуть позже он влез в крайне грязное дело. После страшных и трагичных событий в Беслане, когда погибло множество детей. Он предложил разбитым горем родителям воскресить их детей за деньги. Выглядит как настоящий вызов общественной морали. Впрочем, тогда общественная мораль реагировала не особенно быстро. И уголовное дело против целителя появится только через два года. За эти два года Григорий успевает очередить политическую партию Друга Г с двумя Г. И заявить о выдвижении на пост президента. Причем в случае своего избрания он обещал людям вечную жизнь. Этого сделать нашему герою не удается. И в 2008 он садится в тюрьму на 11 лет. Правда, эти 11 лет магическим образом преобразуются в 8. А по факту истекают всего за два года. Это ли не чудо? Впрочем, как известно, строгие законы у нас применяются только в случаях каких-то политических дел. А горе-целитель на серьезное участие в политике не претендовал. На сегодня Гробовой находится в Сербии, где продолжает продвигать свои учения. А также продает некие омолаживающие приборы за 10 тысяч евро. И похоже, что вполне успешно. Беслан вообще есть на этом уровне айсберга как отдельный пункт. Так что, наверное, в общих чертах стоит поговорить о тех событиях. Тема эта вообще крайне спорная и обширная. Есть очень много разных мнений и точек зрения. Так что я перескажу только самые основные события. В 9 часов утра 1 сентября 2004 года в Беслане, что в Северной Осетии, к школе подъехал тентованный грузовик ГАЗ-66 и легковушка ВАЗ-7 модели. Из транспорта высадилось около 30 террористов. Они захватили школу и взяли в заложники более 1000 человек. В ходе последующих часов нападающие построили баррикады и заминировали здания, сделав штурм довольно рискованной идеей. В 16.00 подрывалась одна из террористок, а другой был тяжело ранен взрывом. В этот момент захватчики расстреляли несколько заложников, а некоторые в суматохе смогли убежать. Затем происходит множество попыток переговоров, которые оказываются неуспешными. При этом захватчики проявляют к заложникам какую-то особую жестокость. На третий день в час дня произошло еще два взрыва, после чего террористы начали стрелять по находившимся у здания спасателям и заложникам. Это привело к началу штурма, который перерос в настоящий бой и продлился до полуночи. Если вдаваться в детали, можно обнаружить, что практически по каждому эпизоду этих событий очень много противоречивой информации, разных теорий и непонятных моментов. Однозначно можно утверждать, что это был действительно страшный, ничем не оправданный акт бессмысленной жестокости, призванный вселить в людей ощущения ужаса. Остальные выводы оставлю тем, кто пожелает в этом разобраться. Как-то мрачно. Лучше снова обратимся к чему-то древнему и историческому. Можно вот вспомнить трансполярную магистраль. После создания транссибирской магистрали появилась идея строительства железной дороги, способной соединить весь север страны. Долго было непонятно, какими силами вообще строить на крайнем севере. Но в 1947 году вопрос решился. Конечно же, силами ГУЛАГа. Около 100 тысяч заключенных были отправлены на эту огромную стройку, получившую скромное название стройкой 501 и 503. В ледяной пустыне в кратчайшие сроки появился целый город. На реках возникали мосты, а железнодорожное полотно стремительно соединяло станции. В 1953-м строительство было близко к завершению. Но случилось внезапное. Умер Сталин. А жертв политических репрессий амнистировали. Из тех 100 тысяч строителей на стройке не осталось практически никого. Все уехали из ледяного ада. Как появилась такая возможность? Заброшенный город и несколько пустых поселков. Брошенные в снегу поезда и речные корабли. Такая картина получилась в итоге. Правительство какое-то время думало, что с этим всем делать. Но после спуска на воду ледоколы Ленин. О мёртвой железной дороге забыли на долгие годы. Позже некоторые из участков и отдельных объектов всё же будут использоваться. Но по большей части стройка 501 остаётся заброшенной и сейчас. Труд политических заключённых использовался так широко, что это даже отразилось в народном творчестве. Есть, например, такая легенда, что среди людей, строивших главное здание МГУ, был некий авиаконструктор, осуждённый по политической статье. Он пытался убежать, соорудив дельтаплан, и прыгнуть с ним с высотки. Заканчивается сюжет легенды хорошо. Ведь Сталин, узнав о таком находчивом человеке, делает его важным чиновником. Царь в народных легендах всегда добрый, а сам сюжет, очевидно, сказочный. Раз уж затронули тему репрессированных, тут есть такая тема, как народопредатели. В сталинскую эпоху многие народы подвергались насильным переселениям. И в годы войны известен как минимум один пример того, как депортировался целый народ, обвинённый в предательском поведении. Не буду говорить, какой, но кому интересно, найдите указ Президиума ВС СССР 12.10.1943, название которого начинается со слов о ликвидации. Там всё написано. А вообще в войну происходило много такого, о чём сейчас говорят мало. Например, о Воронежско-Ворошиловской операции, или битве за Воронеж 1942 года. Тогда почти 370 тысяч советских воинов отдали жизни за то, чтобы затормозить немецкое наступление, и во многом не допустить падения Сталинграда. До этого момента немецкая военная машина действовала как часы, соблюдая различные строки и планы. Однако упорное сопротивление Красной Армии в Воронеже в 1942 году, хоть и не привело к победе, но нарушило план операции Блау, сорвав немцам всевозможные сроки и нарушив общий замысел войны. Событие, вообще-то, достаточно важное, но в советской историографии ему не принято уделять много внимания. В советских книгах сложно найти детальное описание тех событий, а звание города-героя Воронежу присвоили только в 2008. Возможно, так случилось, потому что взятие у Воронежа уделяла много внимания немецкая пропаганда. А возможно, причина в том, что в наступлении на Воронеж участвовали в том числе и венгерские войска. А Венгрия впоследствии войдет в блок социалистических государств. Любили вообще в Союзе все замалчивать и скрывать? О чем, например, свидетельствуют сбросы в реку Теча? Есть в Челябинской области небольшая река Теча. И так бы о ней никто и не знал ничего, если бы у реки не построили некий объект номер 817, примерно с 1949 года служивший для переработки плутония. Понемногу водиться в речке становилось все более лучезарной. И в 1951 году на реке установили пункты наблюдения за радиацией, которые уже через год определили, что вода в реке опасна для человека. Это и неудивительно. За 7 лет в реку было сброшено 7,6 миллионов метров кубических радиоактивной воды, которая разливалась по течению реки. Только в 1956 году инженеры завода сообразили, что делают что-то не то. Сброс радиоактивной воды прекратился, а вокруг построили плотину и серию других гидротехнических сооружений, которые отделили долину реки от окружающего мира. Казалось бы, подумаешь, но появилось еще одно место, где надо ходить с дозиметром. Но проблема в том, что там имеется местное население. Например, жители деревни Русская Теча. Решение о расселении затруднено возражением населения долго обсуждалось, но так и не было принято. Вокруг реки все еще живут люди. Не так далеко от тех мест уже в Казахстане находится поселок Калачи. В этом населенном пункте долго наблюдалось необычное явление. Люди постоянно засыпали на длительное время и уснувшие спали по несколько дней до целой недели. Также жители часто жаловались на потерю памяти и галлюцинации. Исследование этих случаев так и не обнаружило конкретной причины. Называлась версия о содержании радона в воздухе и о влиянии месторождения урана под землей. Но они не нашли достаточно подтверждений. С примерно 2016 года явление больше не наблюдается. Еще в тему Казахстана тут есть осушение Карабагасгола. Это залив Каспийского моря, который в 1984 году полностью высох, после того, как его отделили от моря дамбой, пытаясь остановить падение уровня Каспия. Залив в итоге превратился в соляную пустыню. Затем дамбу снесли и залив обратно наполнили водой. От масштабных исторических тем перейдем к изобретателям и их изобретениям. Наверное, один из самых именитых русских ученых – это Михаил Ломоносов. Многие слышали, что он был из бедной крестьянской семьи и что его кое-как научил читать местный диак. Но сам он так стремился к знаниям, что аж пешком дошел до Москвы и, обманом выдав себя с дворянина, поступил в славяно-греко-латинскую академию. Проблема в том, что вся эта история рассказана о самим Ломоносовом. Вот только есть некоторые факты, ставящие ее под сомнение. Например, известно, что его одец владел кораблем, и бедной его семья точно не была. Кроме того, можно встретить мнение, что в престижную академию он попал благодаря связям. Также расхождение с официальной биографией есть и по другим пунктам. Например, в той же Википедии написано, что Ломоносов закончил учебу в немецком городе Фрайберг из-за ссоры, возникшей по поводу того, что Ломоносов отказывался выполнять черновые работы. Но есть версия, говорящая о том, что из Фрайберга его выгнали потому, что он много пил и пьяный дрался. Зато Ломоносов, например, правильно определил, что молнии возникают в связи с электричеством в атмосфере. Хотя докажет это только Бенджамин Франклин. Да, тот самый, который на 100-долларовой купюре. Ну да ладно. Еще из научно-инженерных штук тут есть экспериментальная штука. Самолет Можайского. Нередко можно услышать, что первый самолет, совершивший успешный полет, построили братья Райт. Но мало кто знает, что до них было довольно много менее успешных попыток построить летающую машину тяжелее воздуха. Одна из них это самолет царского офицера и инженера Можайского, созданный в 1882 году. До этого Можайский довольно долго экспериментировал с маленькими летающими машинами и в какой-то момент заявил, что он может построить большой самолет, способный поднять воздух человека. В 1882 году 19 века он создал машину с двумя правыми двигателями. По поводу того, смогла ли она вообще взлететь или нет, источники расходятся. В некоторых написано, что самолет Можайского вообще не взлетел. В других, что взлетел, но оказался неустойчив и задел крылом землю, после чего разрушился. Так или иначе, полноценный полет не состоялся. Изобретатель пытался доработать конструкцию, но до самой своей смерти в 90-м году так и не смог завершить проект. Уже его сыновья пытались получить от государства денег на паровой самолет, но не смогли. Царские военные после неудачи не верили в успех затеи. Обзор суровой отечественной науки продолжим. Экспериментами Брюхоненко. В 26-м году 20-го века ученый Сергей Брюхоненко построил аппарат искусственного кровообращения. А через 10 лет, в 36-м году, он создал искусственные легкие. Имея на руках такие замечательные устройства, вскоре он показал свой знаменитый эксперимент по оживлению собачьей головы. В 1940-м году вышел документальный фильм про оживление отрезанной головы собаки. В нем говорилось, что Сергей Брюхоненко построил машину, имитирующую работу органов животного. К устройству подсоединили сердце и голову собаки. Сердце забилось, а голова ожила, и даже начала реагировать на внешние раздражители. Также было показано, что при помощи устройства можно реанимировать животное, недавно пережившее клиническую смерть. Вскоре была создана подобная машина, пригодная для использования при реанимации людей. Но распространение по какой-то причине не получило. Конечно же, самыми захватывающими являются личные и персональные истории людей, которых на этом уровне айсберга тоже предостаточно. Наверное, в каждом достаточно старом доме есть такая квартира, в которую давно никто не заходит, и никто не знает, кто там живет. А с некоторой долей вероятности там никто и не живет, а лежит и спит вечным сном прежний владелец. Возможно, уже целое десятилетие. Сколько таких одиноких стариков, у которых после смерти просто некому вспомнить. Вот и одинокая учительница Валентина Павловна Абрамовна умерла примерно в 95-м году и пролежала так в своей постели 13 лет, пока работники ЖЭКа не решили вскрыть, как они посчитали заброшенную квартиру. Суд медэксперта, смотревший труп, сказал, что тело полностью высохло, мумифицировалось и буквально срослось с диваном. Было невозможно понять, где заканчивается тело, а где начинается ткань дивана. Умерла она, вероятно, от обезвоживания. Наглядная иллюстрация того самого некому подать стакан воды. Впрочем, в последнее время главный поставщик разного мрачника это политическая жизнь страны. Вот взять сожжение Славиной. Ирина Славина была общественным деятелем, а в наше время это занятие сложное и опасное. На нее постоянно заводились дела по разным репрессивным статьям. И в итоге у нее в квартире прошел обыск по поводу дела, связанного с деятельностью некой нежелательной организации. По словам Славиной, у нее из квартиры вынесли все компьютеры, ноутбуки, телефоны и носители информации. А также не давали звонить адвокату. На следующий день она вышла к главному зданию местного МВД, села на скамейку и совершила самосожжение. Событие это имело огромный резонанс в мировых СМИ. Но у нас в стране особой реакции не вызвало. Хотя людей в этом видеть сложно. Вот так на что-то отреагируешь неположенным образом и получишь статью. Раз уж изобрели в политику, можно вспомнить и Немцова. В 85-м году Немцов получил научное звание кандидата физико-математических наук и является автором нескольких изобретений. Он активно выступал за безопасность ядерной промышленности, однако стал известен не этим. В 90-е Борис Немцов бросил физику и занялся политикой. И уже под конец десятилетия занимал высшие правительственные посты. Ходит даже такая байка, что его олигархи могли в 99-м выбрать на пост президента. Однако изменили свой выбор в пользу одного менее конфликтного и своенравного, как им казалось, человека. Ну, знаете, кого? С тех пор Немцов оказался в оппозиции, отчего и был убит в 2015-м в центре Москвы. Сейчас ходит множество версий причин этого события, но, думаю, правду мы узнаем несколько позже, когда нынешние активные политические деятели отойдут от дела и возьмутся писать мемуары. Ну или, учитывая специфику времени, пойдут давать интервью блогерам. Вот, а остались на уровне только отдельные темы, как, например, золото Колчака. Во время Гражданской войны всю дорогу стоял важный вопрос, кому достанется золото царей? На момент начала революции золотой запас страны составлял примерно 1100 миллионов золотых рублей, и большую часть этой суммы, а именно 650 миллионов, захватили белые. Это золото попало к Колчаку. Впрочем, от него презренный металл быстро перешел к Чехисловатскому корпусу, который отдал его большевикам. Правда, всего 409 миллионов золотых рублей. Собственно, куда делась эта разница до сих пор не совсем понятна. Что-то потратил сам Колчак, что-то отправилось в некие западные банки. Часть, конечно же, растащили солдаты Чехисловатского легиона. Ну а есть пара экзотических версий, например, о том, что где-то зарыд клад с этим золотом. Синдром Плюшкина это психическое расстройство патологического накопительства, когда человек собирает горы всякого ненужного хлама. Люди, страдающие этой болезнью, нередко превращают свое жилище в свалку разных ненужных предметов, и иногда даже делают свое жилье непригодным для проживания. Темные дела Синергии это о том, что университет Синергии окружен просто ворхом судебных споров и уголовных дел. И там, конечно, надо долго разбираться. Ямантауэ это гора на Урале. И существует теория о том, что там находится гигантский бункер, в котором скроется руководство страны в случае начала большой ядерной войны. Сицкари это малый народ, живущий в Ярославской области. И судя по видео на Ютубу, по большей части их деревни давно заброшены, а в оставшихся живут преимущественно старики. Ну и пункт Масодов что-то знал самый загадочный. Масодов это автор трешовеньких рассказов про пионеров, наполненных всякой жестью, мерзостью и всяческим развратом. Значит ли этот пункт, что в его рассказах написана правда? Кто знает, кто знает. Ставки снова растут, и теперь для выхода следующей части Айсберга нужно не только 6000 лайков, но и чтобы на бусте этого канала стало 250 подписчиков. Такие дела. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok